Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Наша сегодняшняя программа выходит в эфир аккурат 10 ноября, в день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С нашими сегодняшними гостями мы постараемся поставить максимально честный объективный диагноз Российской правоохранительной системе и силовым ведомствам. Пытаемся понять, кого же на самом деле не оберегают и в чьих классовых интересах. Но, пожалуй, самый главный вопрос. Мы все-таки сравним будни советской милиции с буднями российской полиции. Сегодня в нашей студии Дарков Алексей Евгеньевич, председатель правления межрегиональной общественной организации ветеранов оперативных служб «Честь». И Михайлов Александр Георгиевич, генерал-лейтенант милиции в отставке. Здравствуйте, дорогие гости. Радость видеться в нашей студии. Ну вот, давайте поговорим о том, что из себя представляла милиция тогда и полиция сегодня. Начнем вот с какого новостного повода. Буквально последняя неделя всех федеральных СМИ, в том числе на телеканалах, обсуждали случай в одном из нижегородских ночных клубов, где курсант Академии МВД на глазах у посетителей занимался сексом со студенткой местного университета. Кстати, будущей учительницей русского языка и литературы. В советское время такой инцидент был бы, скорее всего, вообще невозможен. И наверняка такого шока обсуждения в СМИ бы тоже это не вызывало. Как бы поступили тогда с руководством Академии МВД, и какие бы сделали оргштатные либо кадровые выводы? Как вы считаете, Алексей Евгеньевич? Я полагаю, что, во-первых, этого молодого человека сразу бы с треском вышибли из этой Академии. Во-вторых, ну и, наверное, такая же участь ждала бы и его партнершу, поскольку она училась в высшем учебном заведении, потому что тогда были идеологические устои в нашем государстве определенные, и все это контролировалось парткомом, комсомолом. Это все тогда было. Это было очень серьезное подспорье и в воспитании людей, и в недопущении аморальных поступков. Да, кстати, за такое действие в Уголовном конкурсе Российской Федерации была статья 206-я, часть 2-я. У меня даже было на памяти, когда возле автобусной остановки произошло примерно такое же действие, которое сейчас описали. Оба получили по 5 лет. Это хулиганство тогда. В особо циничной форме. В циничной форме, выказывающее явное неуважение к обществу. Вот так это тогда трактовалось. И совершенно справедливо. А сейчас, вы помните эту ситуацию с девушками, которые пели в храме Христа Спасителя? И когда Генри Резник сказал, что здесь нет состава, он, к сожалению, оказался на тот период прав. Состав-то потом... Просто 213-я статья нынешнего УК РФ смягчена по сравнению со статьей 206-й. По 206-й статье попадали все люди тогда, кто не... То есть, чьи действия были уже на грани. А это хулиганство было очень широкий спектр. По 206-й, 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 это когда уже с оружием или с предметом. Есть палка, то есть, он выстрелил вверх в общественном месте. Это уже было 263-я, до 7-и. От 3-х до 7-и. Каралось. А сейчас эту статью немножко, как бы сказать, разбавили, смягчили. То есть, и мораль, и нравы не те, и в целом, плюс ко всему, еще законодательная база заменилась. Ну, и плюс ко всему, посмотрите, что у нас по телевидению идет. У нас же сейчас, слава богу, очень много убрали, ведь прямую порнографию показывали. А теперь дети, дети выросли в этом, понимаете? И что мы от них хотим? Их не воспитывали правильно. Что касается руководителей, руководители тоже понесли бы серьезное наказание. Как минимум, могли по партийной линии, это тогда было очень тяжело. Это равносильно было и увольнению. Если положил бы он партбилет на стул, кто-то за это воспитание был ответственен. И тогда бы и не работал он больше бы. Вот давайте сейчас, Александр Георгиевич, с вами тоже вопрос продолжим. Все-таки с тема отбора кадров личной дисциплины ответственности все-таки в советской системе МВД, она была какой? Она была более жесткой, она была вообще принципиально радикально другой. Ну и может быть лично ваш опыт, насколько трудно было попасть на работу в милицию? Каких людей туда отбирали? По каким критериям, признакам кого отсеивали? Я милицию наблюдал и изнутри, и снаружи. Я работал в Комитете государственной безопасности долгое время. Мы с милицией взаимодействовали очень активно. Но и при этом, конечно, мы видели сбоку, так сказать, что там происходит. Но я должен заметить самое главное. Принципиальным отличием набора в правоохранительную систему, в Советском Союзе, будь то это Комитет государственной безопасности, органы внутренних дел, другие структуры, был один принцип – брали не тех, кто хочет, а тех, кто нужен. Сегодня мы начинаем брать, если вчера мы выбирали из лучших лучших, сегодня мы выбираем из худших лучших. И, естественно, особенно еще тех, кто еще хочет сам туда и пойти. При этом каждый из этих людей, который поступает сегодня в высшие учебные заведения органов внутренних дел, они уже знают и понимают, где они хотят работать. Они не хотят работать участковым, они не хотят работать в уголовном розыске, они не хотят работать инспектором по делам несовершеннолетних. Я уж не говорю там о других каких-то службах. Они хотят работать в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Там, где есть деньги, там, где есть власть над людьми. Ну, чего участкового, какая власть? Ну, теоретически есть, с точки зрения такого дворового контента. А с точки зрения серьезных каких-то вещей, он ни на что не влияет. И, как следствие, все желают служить в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Все хотят быть судьями, все хотят быть прокурорами, но работать на земле сегодня никто не хочет. Почему? Потому что мы запустили процесс саморазрушения. Мы создали вот эти блатные учебные заведения, куда берут, как правило, берут, так сказать, в основном по блату. И тут надо прямо смотреть правде в глаза. Я сам преподавал и в Академии МВД, и преподавал в Институте МВД еще на Коптевской, которая готовила специалистов в области борьбы с организованной преступностью. Я видел, кого набирают сегодня. Я был преподавателем, это был 2000 год, я был преподавателем, у меня был там один мобильный телефон. Третий курс приходил, так сказать, с крестами вот такими золотыми, по несколько мобильных телефонов. У них там стояли под этим самым, уже стояли иномарки под стенами института. И мы совершенно четко понимаем, что сегодня процесс разложения начинается не в самой системе, а еще на стадии подготовки кадров. А кто эти дети? Это дети чиновников, дети силовиков, дети ли ОПГ и криминалов? Давайте мы с вами посмотрим, чем принципиально отличается это гражданский вуз от милицейского вуза или Академии ФСБ. Дело в том, что человек поступает на все это на полное удовольствие. Полностью бюджетное отделение. Полностью бюджет, да? Так сказать, он ни за что не платит. Он получает форму. На последнем курсе ему присылают лейтенантское звание. Он уже получает за офицерское звание. У него уже стаж идет с момента поступления в высшее учебное заведение. Значит, соответственно, туда заинтересованы все идти, потому что там есть широкий спектр специальностей и дисциплин, которые могут пригодиться в гражданской жизни. Это правовики, это юристы, это криминалисты, это люди с сознанием иностранного языка. То есть, это созданы такие вот затоны блатных, куда приходят те пацаны, потом в ночных клубах они творят то, что мы уже не раз наблюдали. Спасибо большое, Алексей Ильич. Давайте вот, что же, разберем. Все-таки вопрос мы уже подняли. Это определенный классовый характер силовых ведомств. Все-таки советская армия, правоохранительная система были рабочие крестьянства, как органы внутренних дел. Работники МВД более-менее знали и понимали, что их главная задача защищает трудящихся от преступных посягательств. Как это сегодня происходит в сегодняшней России? Можно ли говорить, что классовый характер органов внутренних дел вообще утрачен, либо же он есть, но существует в несколько искаженном, извращенном варианте? Скорее, сегодня силовики, либо их часть защищают богатых, от бедных, представителей власти, олигархов от всех остальных граждан страны. Что об этом думаете? Я бы не стал вот так категорично судить об этом. Они разные. Понимаете, у нас общество разное. В обществе существуют разные представители. Такие же у нас существуют и в милиции, и в ФСБ, везде. Понимаете? Как воспитывали, такими мы их и получаем. Другое дело, что когда они приходят в таком виде, в высшие учебные заведения, но мы забываем о средних учебных заведениях, о наших школах, что сейчас там творится. Там уровень преподавания таков, что на изучение периода Великой Отечественной войны, к примеру, по-моему, несколько строчек всего в учебниках. Литературу тоже не знают. Почти все. То есть они так не читают, как читали мы. Понимаете? У них нет тех моральных устоев, которые мы получали от родителей в школах, с экрана телевизора. Смотрите, что сейчас везде. Сейчас много можно увидеть читающих в поезде, в метро. Меньше гораздо, чем раньше. Правда? Или они читают Гарри Поттера, например. Да, хорошая практика английского языка, возможно. Но не более. Это всего лишь сказка. И мы таких получаем. Что, какие они, да, сейчас. Мы давали, во-первых, присягу служить трудовому народу. Тогда другого не было у нас народа. Сейчас у нас сколько народу трудится-то? Процентов миллионов 20 из всего, дай бог. Остальные где все? В силовых структурах? В армии и так далее? Или каких-нибудь там минагерах? Чиновники, госкомбарации. У нас общество востребует ту полицию теперь. Корюжит мне слух это слово. Но неважно. Была когда-то полиция царская, она была совсем неплохая. Но каков социальный заказ, так и милиционер. К сожалению, сейчас можно не получить ответ на свое горе. То есть сочувствие или содействие. Если ты приходишь особенно в низовое подразделение. Больше, на мой взгляд, это касается центров нашей страны. Москвы и Петербурга. Петербург в меньшей степени. Там традиции, по крайней мере, к концу даже 2000-х еще стояли нормальные. Москву разлагали активно. И деньги, и этот гламур. Все, понимаете? Очень много у нас. Посмотрите даже, если взять статистику, сколько сейчас сажают полицейских. В основном. И не только БЭП, и уголовный розыск садится. Давайте вспомним недавний случай, двухгодичной давности, стрельбы на Рождельской улице. Когда вынужден был стрелять ветеран МВД и ФСБ. Вынужден. Потому что стояли рядом сотрудники полиции и бездействовали, когда его убивать начали. И сейчас он, еще эта история не окончена. Трое сотрудников сейчас под следствием, вернее, не под следствием, под судом находятся, арестованы. И в отношении этого человека тоже возбудили дело. Но это могло не произойти при правильной постановке вопроса. То есть, при правильной реакции сотрудников полиции. В наше время подобного невозможно было. Понимаете, даже в 90-е годы мы реагировали. То есть, в нулевые годы, в эпоху, как раз таки, вроде бы, как стабильности и преодоления кризиса 90-х. В 90-е годы, все-таки, еще было больше честных порядок, что к людей. С тем работал еще по каким-то накатанной колее. Они были наследниками и даже продолжателями тех традиций, которые пришли с советского времени. После 2000-х годов, это не благодаря, там, это какая-то системная, может быть, сбой произошла. Но пришло то поколение, которое было воспитано в эти 90-е годы. Которое не испытывало на себе этот тяжелый гнет идеологического воспитания. Нам как говорили, раньше думая о родине, а потом о себе пели даже так. Песня была, правильно? Этих песен, этих слов, они есть, они существуют, но их слушают не так массово, как в наше время. Тогда было. Можно смеяться, были пионеры, были комсомы. Ничего взамен-то не дали. Александр Георгиевич, мне кажется, что сегодняшняя российская полиция и большинство других структуре есть честные, порядочные, идейные люди, стремящиеся работать на благо общества. Но, тем не менее, этот заряд, скорее всего, получат многим еще и из советского времени. Не кажется ли вам, что все-таки сегодняшняя такая офшорно-олигархическая система диктует российским силовикам другую логику поведения и никогда не позволит им стать независимыми, действуя только в соответствии своей совестью и буквой закона, как вы считаете? Значительная часть ребят, которые пришли и которых мы сегодня воспринимаем как носители традиций, это, как правило, люди из семей бывших сотрудников. То есть, те люди, которые выросли в советское время, воспитали своих детей так, как их воспитывали. И поэтому, конечно, большое количество ребят, которые сегодня служат честно, добросовестно и с полной отдачей, конечно, их очень немного, но с другой стороны они есть. Это династии целые, скажем так. Да, это целые династии, это люди, которые действительно, так сказать, вот как бы с молоком матери впитали, так сказать, понятие чести и достоинства. К сожалению, мы сегодня должны констатировать и другое. Ведь система, советская система отбора кадров и воспитания кадров принципиально отличается от современной. Во-первых, мы должны понимать, что только сотрудник милиции мог быть человек, который прошел службу в российском, в Красноярске, в Советской Армии. Это было основным принципом. Сегодня, кстати, ребята идут служить, поступают в высшие учебные заведения не для того, чтобы служить, а для того, чтобы откосить от армии. Первый момент, элемент выделил, да, формирование личности через коллектив, через защиту Отечества. Второй момент, который был очень важен. А подбирали, как я уже сказал, тех, кто нужен. Просто так прийти и сказать «хочу», да, это еще не факт, что тебя возьмут. Поэтому, значит, был очень тщательный отбор, который шел по линии партийных, комсомольских организаций. Самое главное, с поручительством сотрудников, либо коммунистов, либо сотрудников милиции. Каждый писал поручительство за конкретного человека, которого, так сказать, направляют в органы внутренних дел. Поэтому милицию считали народной. Она была плоть от плоти, то есть народ делегировал права милиции. Сегодня наоборот получается. Милиция сама придумывает себе права. И при этом я должен заметить, что на сегодняшний день вся нормативная база сформирована таким образом, что по большому счету уже добавить нечего. Но каждый раз, когда у них что-то не получается или не хочется работать, они говорят, нам не хватает законов. Это глупость полная, потому что мы прекрасно знаем, что даже в условиях демократической Америки, Олег Пагапоне, нашли возможность, как посадить. И он умер в тюрьме, кстати говоря. Поэтому вопрос заключается в том, что сегодня произошел очень серьезный дисбаланс в сферу демагогии о том, чего-то не хватает. Но я служил в Комитете госпезопасности. Если бы я сказал своему руководству, что мне не хватает какой-то нормативного документа для решения оперативной задачи, на меня бы выходили бы тут же, да еще язык отрезали, чтобы больше всем было, не говори глупости. Потому что все сегодня есть. Сегодня работать легко. Я прекрасно понимаю, что да, вот эта коррупция, которая пронизывает сверху Дониза, с одной стороны, она усложняет работу правоохранительных органов, но с точки зрения оперативной работы, когда нужно расследовать преступления, сегодня появилось такое количество различного рода технологий, позволяющих разыскивать преступников. Ведь, обратите внимание, значительная часть преступников разыскивается по, так сказать, видеокамерам. Через систему видеонаблюдения уже получают обставные признаки, какие-то обстоятельства совершения преступления. И прочих гаджетов. Да, и прочих гаджетов. Поэтому, конечно, сегодня работать легче стало. И что самое страшное? Самое страшное заключается в том, что сегодня полиция дистанцируется не только от общества как такового. Сегодня все правоохранительные органы, и ФСБ, и МВД, они настолько окукли, что они не идут на диалог с обществом. Они не идут на диалог с общественными организациями. Они не идут, не вступают в какие-то контакты с людьми, которые хотят им искренне помочь. Все, они закрылись к створке, и они больше ничего не делают. Если мы посмотрим даже по экрану, что показывают, мы понимаем, что они показывают, так сказать, такую чушь, которую, в общем, даже стыдно выводить на экран. И последний момент, о чем я хотел сказать, это, конечно, вопрос воспитания кадров. Сегодня ни одного ветерана не приглашают для того, чтобы он работал с личным составом. Ни одного. Потому что боятся руководители, которые являются продуктом демографической ямы, которые еще не созрели как оперативные работники, они боятся опыт старших поколений, потому что их ничтожество будет видно, когда будешь рассказывать, как надо что-то делать. То есть произошло вот это вот окукливание, так сказать, они закрылись в створке, и на сегодняшний день мы уже большим трудом можем говорить, что полиция вообще имеет отношение к народу. Алексей Евгеньевич, ну вот, давайте о чем поговорим. Была известна и широко закламированная в СМИ медведевская реформа правоохранительной системы. Значит, полицию, велицию перименовали в полицию. Было много разговоров, имело смысл делать, не имело смысл это делать, надели какими-то дополнительными возможностями, дополнительными полномочиями. Чего вы в итоге по факту добились, чего надо было добиться? Какую оценку можно реформы поставить? Знаете, не вывеску надо же менять. Ну, изменили вывеску, потратили много денег. Назвали это полицией. Но если это работает, какая разница, как это называется? Если это не работает, то же самое. Поэтому я не вижу, что какая-то реформа здесь состоялась. Что под видом реформы тогда сделали и провели? То есть, освоили бюджетные деньги, это одно. Наверное, да. В результате, вроде бы, расширили достаточно сильно полномочия правоохранительных органов. В плане, как говорят некоторые эксперты, репрессивных мер по отношению к населению. Вы знаете, я сравниваю ПК и УК РССР и, соответственно, современные. Я считаю, что они, вот эти современные законодательные акты, или сборники актов, точнее, если быть, уступают в полной мере своим предшественникам. Они расплывчатые. Они неконкретные. И я бы не сказал, что они облегчают работу сотрудникам полиции. Более того, в некоторых случаях, я смотрю, даже по судебной, как суды сейчас работают. Это что было в советское время? Были присяжные заседатели. Сейчас судья судит на основании собственного мнения. Чревовещание, если можно так сказать. Внутреннее убеждение. Чревовещание, наверное. Я так это понимаю. Соответственно, вне критики становится судья. Ну, естественно, там апелляционная и все прочие инстанции. У нас в наше время аресты проходили через прокуроров. Прокурор нес персональную ответственность и поэтому изучал весь материал, который к нему поступал. Соответственно, контролировал следствие и органы внутренних дел. Там дознание и, соответственно, уголовный розыск, если это касалось уголовного розыка. И поэтому попадание некачественных материалов в суды был минимален. И в то же время до 10% были все равно оправдательные переговоры. Посмотрите, что сейчас творится. Сейчас судье приносит, грубо говоря, 10 листов. И он на основании этого должен сделать вывод. В течение одного дня. Что он может по ним понять? Ничего. Ему принесли то, что ему принесли. И это системно сейчас происходит. Соответственно, я начал с конечного продукта. Потому что все на это работают. Понимаете? Соответственно, уровень следствия не может становиться выше. Вы спросили меня насчет законов. Законы устроены так, что сейчас они вредят. Потому что когда-то это прекратится. Потому что после 1937-го, если помним, все любим говорить о 1937-м. Был 1939-й год, когда Лаврентий Павлович Берия разбирался с теми, кто доносы писал. И кто незаконные действия совершал. Это все равно неизбежно. По запросу все равно общество произойдет. Александр Георгиевич, давайте все-таки поставим некую оценку о Медведевской реформе милиции переменания в полицию. Какие цели она реально преследовала. Но все-таки, если может, этот вопрос тоже с откровенно обвинительным уклоном о характере российской и силовой системы, судебной системы, если может уже. С конца начнем. Каждый человек, по отношению которого избрана мера пресечения, можно сказать, еще на стадии начала расследования, он уже будет получать реальный срок. Потому что суд, который принял решение о боевой аресте, он будет в конце концов натягивать ему срок пребывания в следственном изоляторе. Вот хотим того или нет. Почему? А потому что суд не может признать ошибочность своего коллеги, который избрал меру пресечения. Поэтому будет обязательно обвинительный приговор. И на этом будет настаивать не только судья, но и будет настаивать опер. Второй момент очень важный, о чем мы, так сказать, уже забываем. Существовал надзор, прокурорский надзор за следствием. Сегодня прокурор отстранен от следствия как такового. Он видит дело два раза. На момент вынесения обвинения, ввинительного заключения и обвинения. Два раза видит дело. Процесс расследования дела находится вне зоны прокурорского контроля. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что дело фактически шито белыми нитками, но выводится в суд. И даже прокурор не в состоянии ничего делать, потому что давление на суд подкрепляется действиями самого суда, который избрал меру пресечения. Финита. И второй момент, конечно, с чего мы начали. Значит, мы начали... Первый вопрос у вас был по поводу... Медведические реформы. Медведические реформы. Если говорить о ключевом значении этих реформ, они имели очень хорошую цель. Защита законных прав и интересов граждан. Но, как всегда, пирамида перевертывается, и интересы граждан находятся в самом конце. Возникают интересы ведомства, возникают интересы корпоративного сообщества, возникают интересы, ну, как бы, некого, так сказать, пиар-сообщества. Потому что интересы рядового гражданина никого не интересуют сегодня. Это первая тема, которая была. И вторая тема, которая была связана с реформами, она была очень правильной. Нужно было перевернуть эту иерархическую пирамиду. То есть, у нас на сегодняшний день, так сказать, один с сошкой, семеро с ложкой. У нас на одного опера, так сказать, немеренное количество контролирующих, не только внутри самой системы, но и вне ее. И поэтому, конечно, когда мы с вами сталкиваемся с реальностью, мы понимаем, что на земле работать некому. Поэтому сегодня поехать за Байкалью мы найдем, так сказать, участкового на 200 квадратных километров. Понимаете, что это такое, да? Это значит совершенно очевидно, что власти там нет. А доехать туда для расследования преступлений из какого-нибудь там районного центра – это целый геморрой. Поэтому, но при этом, так сказать, у нас каждый сидит, каждый швейк, который сидит в центральном аппарате, требует «дай мне эту цифру, дай мне эту цифру», а сравните вот эту цифру вот с этой цифрой. И получается так, что люди, которые работают на земле, они находятся под мощнейшим прессом. Это как вот на них поставить горячий утюг, да, тяжеленный, еще придавить сверху, потому что они начинают уже кипеть от того, от тех нелепых заданий, которые перед ними стоят. Ну, а как же заявление чиновников, что они хотели избавиться от дублирующих функций полномочий, от того, чтобы… Когда они… Количество офисного панктона, вот как раз и тех, кто не на земле работают, что… Вот я хочу сказать… Экономить бюджетных средств, сократить штат… За свою жизнь я пережил, ну, наверное, реформ 10. Каждая реформа по сокращению штатов кончалась тем, что не хватало кабинетов после этой реформы. То есть чиновник – это редкая тварь, которая в состоянии размножаться, да, вот в подполе. Ведь мы говорим, что значит сократить центральный аппарат? Да, мы центральный аппарат сократили, а подразделение при центральном аппарате мы не сократили. Мы вот этих ликоттеров сократили, мы перевели при центральном аппарате в подразделение, которые в центральный аппарат не входят, но выполняют те же самые функции удушения оперов, которые работают на земле. Вот что происходит, да. Поэтому, когда мы с вами говорим о реформе МВД, мы должны иметь в виду, что реформа МВД одна как таковая не решает ничего. Требуется реформа всех силовых ведомств, включая это прокуратуру, суды и, ну, естественно, Федеральный служб безопасности. Можно я добавлю? Да, конечно. Вы знаете, я задавался вопросом, как же работала царская полиция. И понял, в чем дело. Уголовно-соскная полиция, скажем, остановимся на Москве, была всего лишь, ну, там, какие-то единицы. В Петербурге она составляла 13 человек, управляющие организации. Вот управленческий аппарат. Помимо сыщиков, все квартальные надзиратели, все, кто занимался охраной правопорядка, подчинялись иерархически уголовно-соскной полиции. Не было такое понятия главной участковой города. Главное понятие замполит вообще не существовало, понимаете. Была церковь. Просто у нас очень много управленческого аппарата совершенно ненужного, раздутого. Совершенно правильно Сан-Георгий говорит. Нас должны... Понимаете, почему? Вот когда возьмем микромодель и макромодель, микромодель, любая корпорация, да, у нее есть безопасность и охрана в том количестве и с тем функционалом, который нужно этому учреждению. А в государстве почему-то не так. Народу не нужно, ему нужно, чтобы были полицейские на улице, которых сейчас нет, милиционеры. Да поясники, но стоят всегда всех. Нет. Потом, им нужно, чтобы было достаточное количество сыщиков и участковых инспекторов. И чтобы все они работали на то, не на то, чтобы была раскрываемость большая, а чтобы преступления не было. Вы это понимаете? Вот спросите любого человека, что ему важно. Наш процент раскрываемости, чтобы раскрыто было, допустим, убийство, или чтобы все-таки кого-то из его близких не убили. Он вам скажет, конечно же, чтобы... Друзья, ну вот в этой связи вопрос. У нас получается на душу населения, как раз таки силовиков, например, в 2,5 раза больше, чем в странах Европы, в Японии. Но при этом количество преступлений выше в разы. То есть получается огромное количество людей, которые вообще не занимаются правоохранительной деятельностью, сидят где-то в кабинетах у себя и многомарницами занимаются. Когда был чемпионат мира по футболу последний, я спросили о системе обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу во Франции. Я посмотрел цифру на 100 тысяч населения. В Российской Федерации на 100 тысяч населения 635 человек полицейских на 100 тысяч населения. Во Франции 235. В Германии 135 на 100 тысяч населения. То есть мы опять возвращаемся к чему. Мы же понимаем, что эти 635 – это не те, кто на земле работает. Это в целом, по валу, так сказать, в целом. Помощники, секретари, ассистенты. И самое интересное. Я просто хочу привести пример из своей практики работы в наркоконтроле. Когда я решил в наркоконтроле работать, мы начинали все с нуля. И, естественно, там остался от налоговой полиции весь аппарат, все инспектора, которые плавно перетекли сюда. Что я сделал для осмысления этими людьми работы на земле? Я начальников отделов отправил в командировку на 3 месяца в территориальный орган для выполнения рядовых обязанностей рядового сотрудника. И когда он получал из Москвы, так сказать, эти депеши, которые он должен выбить, возвращаясь в Москву, он понимал, что все, что ему посылали, он не имеет права посылать, потому что нонсенс, да, так сказать. Не может человек переварить такое количество. Участковый сколько? По-моему, 96 обязанностей, которые возложены на участкового. Ну, мысли мы или это дело, да? Ну, мысли мы или это дело. Тем более, что мы прекрасно понимаем, как только человека загружают большим объемом функций, то этот человек перестает работать вообще. Потому что он говорит, у меня 96 функций, когда я успею, да? Не успел сделать одно, как не успел сделать и другое. Бумажки заполнить нужно. Бумажки отчитаться. А потом они начинают просто, ну, как бы нормальный опера с мозгами, да? Он просто начинает отчитываться по барабану, понимает, что никто читать его бумаги не будет. Нужно сделать нехорошо, а сделать вовремя. И он отправляет, потому что он знает, что все равно никто читает. И сколько таких людей, которые сидят, по большому счету, ну, из-за системных ошибок, все системы, из-за их фундаментальной неправильной работы. То есть, если у нас всего лишь там процент 1,5-2 продательных приговоров по системе, что в разы меньше, чем во времена 37-39 годов, сколько сейчас людей сидит вообще, по большому счету, не знаю ни за что. Это должны рассматривать с другой точки зрения. У нас до сих пор существует, правда сейчас по-другому как это называется, да? Это существует показатель к аналогичному периоду прошлого года. И вот я считаю, что вот эта цифра к аналогичному периоду прошлого года – это вот те люди, которые незаконно сидят. Почему? Потому что прирост осуществляется очень часто, да, искусственно. Искусственно. Ну, нужно отчитаться по такой-то статье. Давай отчитаемся. Да, давай хлопнем. Я вот, когда еще опять возвращаюсь к наркоконтролю, я знаю, сколько раз мы сталкивались с липами. Когда, так сказать, человеку подбрасывали наркотики, сажали невинного человека, подбрасывали оружие, сажали невинного человека. Это немотивированная посадка. Немотивированная. А сколько мотивированных, когда заказ, да? Вот заказ заказали там бизнесмену, надо посадить, так сказать, да? Его находят буквально там на пустом месте. А вот раз уж мы этот вопрос затронули, все-таки президент Путин еще года 4 назад призвал не кошмарить предпринимателей и бидно отказаться от посадок. Было 205 тысяч уголовных дел в год. Вот сегодня, вот по 17-му году, как раз с Борисом Никтомом общались, 270 тысяч выходных цифр. Совершенно верно. А знаете почему? Потому что человек, как говорил Сталин, да, смерть 100 человек – это статистика, а смерть одного – трагедия. Вот каждый сотрудник, который липует, он не воспринимает указания президента к себе лично. Он говорит, вот пусть они там снижают, да? А я вот как работал, так я и буду работать. У меня есть заказы, я его сейчас буду выполнять. То есть он же не рассматривает себя как элемента всей системы, да? И поэтому, конечно, когда они разбираются с этими делами индивидуально с каждым делом и не спрашивают с людей, которые липуют, мы к этому придем. Мы вынуждены будем привлекать к уголовной ответственности по каждому сотрудников правоохранительных органов – судей, прокуроров, следователей – за каждую незаконную посадку. И он должен отсидеть столько в СИЗО, сколько отсидел его незаконно посаженный человек. Ну, давайте, Алексей Евгеньевич, все-таки, как раз-таки поговорим. Вот об этих заказных посадках, уголовных делах уже и на уровне, например, министра страны разговоры ведутся не в первые годы президента. Но при этом и бизнес, и общество бьет тревогу, что 6-7-8 тысяч предпринимателей ежегодно садятся на нары. Возбуждается там 260-270 тысяч уголовных дел, до суда доходит 10%, в суде реально имеет некий статус, скажем, 5%. Это хорошо еще, если не дали реальный срок в связи с тем, что он был арестован. Ну, сдают, вот по архюзу было, по автоприбору Владимирскому. Понимаете, в чем дело? Это все возможно становится, когда есть системное нарушение. Вот не должно быть у нас такой судебной системы, какая у нас сейчас есть. Это проходит только потому, что это проходит в судах. Уже поговорка происходит. Проходило, пройдет, и не такое еще проходило. Это уже следователи говорят у себя. Я просто знаю эту практику, сбоку уже вижу ее, потому что, ну, просто вижу, знаю. Так вот, смотрите, что у нас. У нас какая-то странная ситуация. Кто это, почему это велению произошло, что на судей возложили ответственность за аресты? Это же англосаксонская система. Мы работали всю жизнь по материковому праву, и Романа Германскому. Почему мы у кого-то слезали этот абсурд? Он к нам не имеет никакого отношения. У них это возможно, потому что у них действительно состязательность происходит в процессе, и у них освобождают. У нас освободить человека из-под стражи – это огромнейший труд и искусство адвоката. Вы представляете, что такое? А в этом плане адвокат против всей системы воюет. Конечно. И прокуратура, и, естественно, и комитет. И прокуратура, да, тоже. Потому что есть разные, там же разные подразделения. Есть подразделения, которые проверяют законность. А есть кто поддерживает обвинение в суде? У них задача такая. У них, наверное, тоже есть показатели. Понимаете? Пока мы не избавимся от слова «показатель», раньше был план, теперь это называется прогноз. Вот не будет прогноза, а будет просто реальный анализ оперативной обстановки в городе или в любом там поселке и другой прочей местности. Вот как работала царская полиция, опять же. И как работала на заре советской власти милиция, уголовный розыск. И дальше она развивалась. Где-то, на каком-либо, это в конце советской власти произошло условно. Но вот когда пошли вот эти палки и галки, под эту лавочку можно все оправдать. Для любого в этой спине вызывать. Для любого в этой спине вызывать. Для любого в этой спине вызывать. Вот вызываешь этого сотрудника, ну, я же делаю план. Все, я прогноз выполняю, что-то еще. Сейчас я еще не... Просто мысль плавает, потому что это очень объемный вопрос. И уложить его в какие-то минуты невозможно. Это, вы знаете, вот эта система, она и создает все. Понимаете, вот эта плавность. И кто у нас с нее соответствует? У нас прокурор у нее соответствует за арест. И поэтому это стояло за слон. Партия тоже, кстати. Евгений, а давайте вот про это, так сказать, проговорим. Про наличие некого общественного контроля извне. Все-таки советская милиция была не просто идейной, но она еще контролировалась партийными органами, народным контролем. Плюс и сама информация тоже как-то освещали все немножко иначе. А вот сегодня есть какие-то аналогичные системы контроля? Работают, не работают? В чью сторону? А как сейчас? Пробуют в некоторых местах, где они сильны, и совет ветеранов этим заниматься. Они даже идут в народ. Я, кстати, могу сказать, что идут в народ старые оперативники и встречают понимание. Но это не системно, это разово. Понимаете? Потому что нет... Это называется начало снизу, а сверху этой потребности нет. То есть, именно организовать этот поход старых профессионалов на всех уровнях к своим последователям. Чтобы их научить чему-то. Чтобы рассказать, как хотя бы работать не надо. Карты минных полей отдать хотя бы. Они не берут. Они говорят, что ты сами с усами. Они этого не делают сами. Это должно исходить от министра внутренних дел, наверное. От руководителей главков. Нет, понимание... Я вам скажу, понимание находится. Так, Алексей Игоревич, давайте сейчас мы немножко днемся вперед. Все-таки я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Что из перечисленного, с вашей точки зрения, представляет сегодня наибольшую общественную опасность? 12% – общеуголовная преступность, 4% – терроризм, 80% респондентов считают, что коррупция, 4% затруднились ответить. Александр Георгиевич, что с вашей точки зрения сегодня главная угроза национальной безопасности, общественному покою и правам граждан? Это вообще уголовные какие-то преступления, кражи, гребежи, бытовые убийства, хулиганства? Преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом? Или же это все-таки коррупция, круговая порука, которая разлагает общество изнутри, на всех ее эшелонах и во всей вертикали и горизонтали? Если с общей уголовной преступностью человек встречается напрямую, то с коррупцией мы все встречаемся в огромных количествах сопосредованно. Потому что все, с чем связано наше материальное положение, социальное положение людей, оно все связано с коррупцией. Это те откаты, которые закладываются в бюджет, кстати говоря. Это те вымогательства на самых разных уровнях. Что самое интересное, ведь сегодня кто коррупционерами, кого в основном показывают коррупционерами? Ну, сотрудник ГАИ, врач, педагог. Ну, ребята, это не коррупционеры, это бытовая коррупция, которую даже надо сейчас вывести за... Вот сейчас новый термин будет уголовный проступок, новый сейчас термин появляется, такой же сейчас обсуждается вопрос. Вот это туда надо выводить. Нас интересовать должны большие цифры, мы должны жить в мире больших цифров. Поэтому человек, который сегодня говорит о том, что коррупция является ключевым звеном, вот ключевым звеном она является потому, что она пронизывает вот эти все две первых. И общуголовный преступность, и терроризм. Каким образом люди попали, так сказать, в Норд-Ост? За деньги? Каким образом попали в Буденок? За деньги? Каким образом они попали в САБы куда-то еще? За деньги. В основе лежит это, в первую очередь, да? И поэтому, когда мы... Почему мы сталкиваемся с террористическими проявлениями, да, очень часто? Мы сталкиваемся с террористическим проявлением, когда начинаем крутить назад, то здесь этот не сделал, здесь этот деньги получил, здесь этот получил, здесь этот получил, здесь этот промолчал. Поэтому коррупция, конечно, самая ключевая проблема, которая пронизывает все. Слушайте, а вот смотрите, вот все-таки возникает такое ощущение, глядя на российскую действительность и судебную практику, что чем больше украл, чем ближе к каким-то вертиканам, кремлевским группировкам, силовым группировкам, тем мягче приговор. Дело Васильева, дело Сердюкова, полковник Захарченко, который уже стал таким, не знаю, мне кажется, уже общим милицейским, полицейским позором, хотя, я так понимаю, там далеко не так все просто. Но, тем не менее, все-таки... Все значительно проще. Вы знаете, у нас все проявления, все эти коррупционные проявления, они начинаются с проявления личной нескромности. В Советском Союзе был комитет партийного контроля, возглавлял ее Амгстан Спильш. И человека могли, и директора завода могли уволить с работы, исключить из партии за то, что у него были там какие-нибудь часы Сейка, да? Это было проявление личной нескромности. Человек дал, там, тещу отвез на рынок на служебной машине, его увольняли, понимаете? Проявление личной нескромности был элемент морали, нравственности и пролетарских традиций, да? Сегодня это все ушло. Поэтому сегодня получается так, что люди, которые как бы вот воруют по-крупному, как говорится, да? Они же воруют не так просто, как воруют, да? Вот мы говорим дело Васильевой. Я просто много тоже подписывал всяких финансово-хозяйственных документов, я прекрасно понимаю, что я могу сделать одну экспертную группу, а могу сделать другую экспертную группу. И одна мне сделает такую оценку, так сказать, недвижимости, а другая сделает другую оценку, да? И все будет по закону, потому что все утверждено. И когда, конечно, Сердюкову приносили документы, там было минимум 18 подписей уже стояло, все проверено. Все. И правовая служба, и финансовая, и кто-то только не проверял. И, собственно, безопасность все проверяли. И потом, когда это начало скрутить кино назад, оказывается, вот оно где. И опять-таки просто коррупция встает, личная заинтересованность. Конечно, личная заинтересованность. Ну, у нее, допустим, у Васильевой, может быть, это был элемент личной заинтересованности, потому что она вот с каждой сделки получала деньги. А что касается Сердюкова, у него полный состав преступления, преступная халатность, и никто с этим спорить не может. Скажи, а полковник Захарченко все-таки что произошло там? Что это за общак на 8,5 миллиардов рублей, под который даже купили квартиру, превратив ее в сейф, где-то вот на университете? Сложно мне это говорить, пока дело не закончено. По-моему, он уже разваливается, судя по всему. Не, ну как оно? Он не развалится. Все, он сидит и получит он свой срок. То есть, когда мы говорим о торжестве закона, то в Советском Союзе что искали? Сегодня еще дозначают преступника в Советском Союзе, искали истину. Все наши художественные фильмы, связанные с расследованием уголовных дел, связаны с тем, что даже, так сказать, полковник или там капитан милиции, он ищет истину. И даже когда человек говорит, что я совершил преступление, он в этом сомневается. Покажите мне человека, кто сомневается в признании кого-либо сегодня. Спасибо, спасибо, Шоан. Алексей Евгеньевич, давайте все-таки вот очень коротко буквально ответим. Вот тему уже поднимали. Какими сегодня ценностными, моральными и нравственными ориентирами руководства МВД, и вообще-то проще силовики, вот есть следующая точка зрения, что, в принципе, этот плозунг «Бабло побеждает зло» и дали пистолет крутить как может, в принципе, как-то вот он укрепился у многих в сознании, и отсюда многие беды идут у нас. У многих да, но у многих нет. Вот. Я вам не могу сказать, не имею права обвинять сотни сотрудников, честно работающих сейчас. Сотни, которые ездят в командировки, раскрывают дела, получают соправедливые госнаграды. Понимаете, нельзя говорить, что у нас общество, потерянное совсем. Мы же не можем сказать, что у нас весь наш народ стал вдруг в одной части бандой. Общество больно, скажем так. Да, оно больное. И больна, соответственно, любая система, на любом срезе это общество. Хасательно прокурора хотел добавить. В УПК сейчас так сделано, что следователь может не согласиться с требованием прокурора. Поэтому то, что сейчас Александр Георгиевич сказал, и происходит. Это в УПК Российской Федерации так заложено. А вот в УПК РССР этого не было. А уважаемые гости, давайте все-таки в заключение нашей сегодняшней программы. Коль скоро у нас уже 10 ноября, и сегодня день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Что бы вы пожелали вашим коллегам, всем российским силам в этот день? Давайте с вас, Алексей Сергеевич, начнем. Прежде всего здоровья им и близким их. Это обязательно. Ветеранам этой службы я бы поздравил их, более понятно, с Днем Советской Милиции, которая исполняется сейчас 100 лет. Это все-таки столетие советской милиции. Молодежи я бы пожелал повышения профессионализма, изучение, как бы изучение исторического наследия своей страны для того, чтобы ощущать себя и офицером, и гражданином. И успеху, конечно, каждому в профессиональной деятельности. Спасибо большое, Александр Георгиевич. Что можете добавить? Добавить я вам хочу только одно. Как сказал один уже известный герой нашего времени, он сказал, работайте, братья. Те, кто сегодня честно волнеет свой долг, ему воздастся. А те, кто крысятничает, как у нас говорят, тем тоже воздастся. И очень скоро. Спасибо большое за разговор. Мы присоединяемся к поздравлениям всех сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Действительно, хотелось бы верить, что все-таки именно интересы социально-трудового большинства и россиян будут в приоритете у российских силовиков, а не только охрана имущества правящего офшорно-энографического класса. В эфире была программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин